Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поймали Василису на фотоаппарат. Получились красивые снимки. Ну, конечно, она не очень участвовала в фотосессии, приходилось ловить. И она держала мобилку, как вы видите на фотографии, и ей было очень весело смотреть мультики. Но мы сыграем, как будто бы она ловит бабочку в полете, потому что лапки у нее как раз именно так выстроены. Ну, собственно, так и рождаются идеи. Девочка ловит бабочку. Вот. И, ну, собственно, самое трудное, конечно, это с детьми работать и подлавливать их. А уж тем более, конечно, речь не идет о том, чтобы работать с натурой. Вот. Ну, хорошо, есть хорошие фотографии. Итак, я беру большую кисть на сей раз. У меня разбавитель. Немного белил, синенький, розовенький. Поскольку задник у меня темен, тени, а теневая, солнечный день, синих, сиреневит. То я набираю крупным таким захватом, вы видите, я взял строительную кисть, чтобы это было быстро. Тенистое проявление природы. В данном случае и в траве сиреневые мигают, поскольку тень синих и сиреневит. И свет, в данном случае, как вы знаете, в пленере, оранжевит. Поэтому здесь у меня сининка будет набрана. Теперь это вимка. А на свет возьму английскую красную в разбиле. И такой оранжеватый. Можно с охрой чуть-чуть. Оранжеватый оттенок света наберу. Той же кистью, вы видите, я не стал менять кисть, чтобы чисто заложить. Потому что чистый цвет, собственно, и не нужен. Оранжеватый оттенок света. Найдем приблизительное пятно ребенка в картине. На фотографии, вы видите, ребеночек смещен влево. Но поскольку перед ней будет бабочка, и она мчится сюда, то, естественно, сместить ее разумнее в правую часть картины. Тонально платье в тени практически равно цвету освещенной травы. То есть практически равно свету. То есть в данном случае это, конечно, некое усложнение. Кельце розовит. Вот она головочка. Головочка крупная, поскольку это младенчик. Ручечка находится, вот этот сгиб находится посередине формата. Фотография дает возможность откатрировать это. Вторая ручечка. Ножечки. Как бы по траектории. Вы видите, рисунок достаточно приблизительный. И снова тенечка, которая падает на траву от младенчика. Контражерный свет. Сразу создаст, ну понятно, что требуется видение рисунка. Но опять же напоминаю, что вы можете пользоваться техническими удобствами, которые предоставляет сегодня фотография и проекторы разного рода. И выручать таким образом свое еще несовершенное рисование. Контражерный свет. Контражерный свет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Стоит запомнить эту мысль, что светлые партии любят густую краску. Продолжение следует... 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 Огромная головочка у младенчика и собранные в кучку черты лица. Приятного цвета губочки. Обычно носик чуть краснит. Создаем смайлик лица. Многие очень боятся лица. Но во многих случаях в живописи, я думаю вы не раз это встречали, особенно у импрессионистов, портрет заканчивается всего лишь смайликом лица. То есть не выписанностью, а буквально обозначенностью черт. Желтенький рефлексик на подбородочке от платьицы. Смотрите, на спинку ушел светик, потому что она освещена с той стороны. Смотрите, на спинку ушел. Ну вот уже немножко щечечно округлилась мордочка. На фотографии глазки закрыты, поскольку практически смотрят на экран мобилки. А мы их чуть-чуть приоткроем, для того, чтобы Василиса смотрела на бабочку. Бровочки едва различимы на юном личке. Вот такое штуки. Вот такое штуки. Вы видите, носик едва обозначен сизоватым светом, розово-сизоватым. Иногда приходится щупать рисунок. Потому что черты настолько неуловимы, настолько призрачны. Но щупанием можно добиться... Ну вот я туда толкнул, сюда толкнул, потолкал, потолкал чертежик. И немножко уже сформировалась ясность. Ушечка обычно преувеличена, краснит. Живопись любит преувеличенную красноту ушек. Игорь Негода Продолжение следует... Опять же, если бы это был белый холст, набор пятна головы был бы затруднителен, поскольку мы бы не видели это в контексте фонового пятна. Поскольку сзади теневая, а значит синит-сиреневит, то, естественно, голове очень удобно расположиться на таком фоне. Ну и вот постепенно что-то прорисовывается. Продолжение следует... Сильный рефлекс от освещенной части платья с той стороны на ручку вот в этом месте. И смотрите, он становится как персичек прозрачный. Еще немножко уделю внимание платьицу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Немножечком. Естественно, набрав первые проявления рисунка, стоит отойти и внимательно всмотреться в пропорции. Опять же, если вы пользуетесь техническими средствами для набора рисунка, то вы гарантированы на точность силуэта и движение фигуры. Снова берусь за большую кисть. Для того, чтобы набрать зелень, добавлю немного красок. Разноцветится красок на палитру. Траву наберем тоже крупными замесами, почти раскрашивательно. И краснинку в зелень добавляем. Добавляем. И желтинку. Я взял изумрудную. И добавляю к ней то коричневинку, то краснинку. В желтинку набираю теневую часть зелени. Вот эти вот полосы света и тени создадут уход туда, вглубь пространства. Иван. Парни. Я взял. Иван. Валим. Я взял. Новый взял. Казалось бы, мы синий цвет закрасили Синий-сиреневый цвет закрасили Но тем не менее, он даже помигивая Подмешиваясь и помигивая в этой траве Усиливает впечатление о теневом О своем теневом происхождении Больше белил Охры И делаем цветовую Желтенький Вы видите, вот такие чирки крупной кистью Достаточно убедительно создают эффект травы Субтитры создавал DimaTorzok Наращиваем густоту слоя Как бы послойная работа идет Первый слой заслонен будет более густым Следующим Как, собственно, в траве и происходит Ближе к Василисе Я кладу больше солнечности, оранжевости зелени Чтобы она буквально в своем желто-абрикосовом платье Почти терялась Растаивала в пространстве Кисть, вы видите, лежит к холсту И создает такие волосявые чирки Кисть, яйца, Кисть, куриц Курица Курица Субтитры сделал DimaTorzok Розовый, подмешавшись к зеленому, дает эффект пожухлости травы Все-таки, когда солнце активное, трава потихонечку начинает и жухнуть тоже Субтитры сделал DimaTorzok Не только с веществом краски, но и просто процарапывая, можно добывать эффекты травяные полосочки Вот пустая кисть, а тем не менее создала выгодные полосочки Субтитры сделал DimaTorzok Она и сама будет как бабочка, и бабочка будет как она Несколько создам третий план То есть передний освещенный, второй в тени И третий как бы за холмом За травяным холмиком Для утемнения я беру ультрамарин Беру коричневый Субтитры сделал DimaTorzok Вы видите, характер прикосновений То есть как будто не отпуская даже руки от холста Рождается такой ворох естественных Крючковатых даже Линий Можно это же продолжить и более тоненькой Кистью И какие-то лиственные Травы Показать Субтитры сделал DimaTorzok Где-то здесь будет лететь бабочка Тогда это успокоим Чтобы ее ничто не заслоняло Чтобы она хорошо была различима Бабочку, конечно, надо взять в интернете Подсмотреть Часто они бывают с какими-то глазками С тельцами И будучи освещенной, пронзенной светом Конечно, она Очень светлое пятно В картине Вместе с мудинчиком Режиссер Похожем Крым Вместе с мудинчиком . Нарядная розовая лента Смотрите, создаёт вот такую змейку окружности платья Смотрите продолжение в следующей серии Продолжение следует... Итак, смотрите, ещё раз Просвечивает тело Мало того, тело и заслоняет свет Вот здесь платье не заслонено телом И оно больше просвечивает А здесь заслонено и меньше Ну, как бы более тёмное пятно Свет и исход теневой Несмотря на то, что разница тональная очень небольшая Но появившись, она рассказывает о свете Снова свет из-под теневой Даже незначительная тональная разница выявляет Продолжение следует... 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 Нюансы уже тона, цвета... Рассказывающие о складочках и... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Даже на фотографии хорошо различимы голубоватые оттенки платья. Очень много узорчика, который можно слегка пообозначать. Но, видите, я сначала все-таки порешал вопросы цвета в платье и только теперь чуть-чуть подкладываю узорчик. Спасибо. Спасибо. В этой удачной фотографии сбывается то, что часто художники говорят своим подопечным, своим ученикам, что натура подскажет. Здесь действительно так много сбылось в плане художественности и снимка, что остается буквально срисовать фотографию. Смотрите, поскольку здесь теневая, тельце сиреневит. Это рефлексы неба на тело. Прямо сиреневый цвет. А здесь свет пробивается сквозь вот это место и освещает плечико. И освещает плечико. Так, то чтобы они не осенью. Вrontам кушать плечицик стрелки. В отличантливые дни у них вспоминали но, чтобы вы ее накидали. Прямо м tesло. У меня на Habло Язык. Тите, trás. Ихем кушать кушать товINA из medalов, Тоже сочетание сиреневых, сиреневых, оранжеватых рефлексов. И даже зеленоватых по низу головочки, по подбородку, это от травы сильный зеленый рефлекс. Здесь оранжевый цвет не напрасен. Так же, как и здесь, из-под контражурного света, вы видите оранжевит. Оранжевят волосы, хотя сам свет здесь, но оранжевят они, уходя в теневую. Поэтому туда и туда оранжевость, и сюда уместно. Волосики, в том числе, подвержены сиреневизне. То есть там, где редковолосая голова куколки просвечивает, там сиреневизна цвета. Все время пользуюсь тряпкой, после каждого прикосновения протираю. Протираю кисть. Многие из вас для того, чтобы описать волосы, берут тонкую кисть. Не стоит брать слишком тонких кистей для этой задачи. Многие из вас для того, чтобы описать волосы, берут тонкую кисть. Многие из вас для того, чтобы описать волосы, берут тонкую кисть. Много, конечно, нежных оттенков в личике. Живопись чуть-чуть преувеличивает эти оттенки. И вот из серии преувеличений будет состоять... ...будет состоять цвет личика. ...будет. 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 Несмотря на то, что вот эта линия мнится темно-сиреневой, я ей придаю легкую красненку. Поскольку щели тела любят красноту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас я вижу, что крупности головы не хватает. Ребенок получился трехлетним, а нам только два. Можно решиться и на увеличение. На камеру я уже не буду увеличивать, но так все-таки увеличу. Ну и тем более, что перечень черт такой нехитрый. Чуть-чуть раздвинуть, раздвинуть само личико и увеличится головка. Ну посмотрим, может быть мы еще сделаем вторую часть. Но пока вот так. Я думаю, особенно женщинам понравится идея подобных портретов. И вы какие-то ключики получили. До встречи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok